всем доброе утро посмотрите как у нас сегодня здорово как мрачно но мне такое ощущение что это ненадолго в это верится просто с трудом особенно когда ты живешь на йоге на юге тенерифы и даже видно что вот вот там до между домами смотрите вот там уже голубое небо проглядывает поэтому вот такая погода у нас редко бывает прямо на весь день или на несколько дней и скорее всего она развеется тому времени когда я поеду на работу чем с вами посмотрим но это как правило да может сегодня не так но как правило ты выходишь радуешься что сегодня мрачно и прохладно но через пару часов все улетучивается и снова солнце и жара я спала до упора спала до упора до 9 утра хотела подольше поспать но потом вспомнила что еще видео не смонтировала про вынос святой из церкви то что она стала в 9 утра и иду завтракать привет ты кто вот да у нас кошки так в районе стоит только машину оставить и она будет вся в отпечатках лапок сейчас удерет наверняка домашний то он слишком ухоженный не пыльный эти весь капота в лапках у меня сегодня дико ленивый блок потому что все болит ничего не помогает поработать очень много работаем вдвоем как правило а народ пьет и пьет общем я всегда вам рассказываю на это лето на самом деле еще лето в этот раз очень слабенькая да в этом плане потому что обычно все эти начальники и работники все трясутся при как это при мысли о том что скоро будет лето потому что летом обычно огромное количество народа клиентов и они все как с цепи сорвавшиеся видимо это родители которые весь год как держались а потом летом когда дети не учатся так вот ездят и и общем пускаются во все тяжкие у меня все да все болит отбегать не от все равно это подноса да с этими как это кружками пивными чтобы понимали насколько народ сколько народ пьет нас вчера один выпил 24 коктейля 24 причем он главное еще и держался на ногах при этом завтра кстати у меня выходной муж собрался поехать столицу я очень надеюсь что он поедет но если нет если да кстати говорю обязательно будут куда-нибудь поеду вот на выходные завтра выходной а потом потом я это спекаюсь но я все время надеюсь продолжаю надеяться сейчас я иду в китайский магазин вот как раз вот это вот что захотелось так себе купить здесь практически ничего нет он такой отстойненький весь какой-то с протекающей крышей который портит товары но захотелось что-то поглазеть на товары может быть какую-то ерунду себе прикупить то потом буду показывать вам что мне последнее время пришло с алиэкспресс вот же ржака таком рассказываю про алкашей и первое что мне в китайском магазине попадается эта книга пить или не пить и кстати наверное пить или не пить вино дель вино не знаю общем как то странно при этом вино и привычки именно в питье испанцев интересно 390 но не знаю в общем и целом здесь конечно полная барахляндия или сюда практически никогда не хожу посмотреть типа икея только иногда когда очень хочется чем-то себя побаловать куда ерундой баночки для кухни до уже крышки нет обратите внимание здесь внутри гречка представляете гречка в испании гречку вообще не встретишь но всяком случае я никогда не видела видела один раз зеленую гречку продажи но она как бы в биопродуктах и за три дорогого по моему 6 евро стоило 4 евро в общем что-то такое но очень дорого а тут в этих для декора в общем я купила себе только книгу пить или не пить вот в чем вопрос а насчет гречки да может если кто меня смотрит из испании мне подскажет если он где-то ее видел потому что основном конечно в русском магазине многое что есть на многое но основное на самом деле основное чего душа просит чего не холодает испанских магазинах там есть но вы сами понимаете да что ценник не как в россии но и на самом деле беда не то что не в том что ценник не как в россии да ценник даже не как в испании потому что в испании крупы стоят гораздо дешевле чем гречка в русском магазине то есть если бы она просто продавалась в магазине в обычном супермаркете она бы стоила наверно наравне примерно с там с рисом да здесь основное вы заходите супермаркета там риса 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 всякого рис макароны гречка это мой муж говорит когда я периодически очень редко покупают и опять эту еду для птиц купила зерно начинает солнце проглядывать солнце у нас очень настойчивая и никакой мрак с ним не справится никакие облака никакие тучи эти начинается уже так что да сейчас все раскачегарится а так в общем про гречу еще если но для справки да по моему 800 900 грамм пакет в русском магазине стоит где-то около пяти евро насколько я помню так что особо не наешься только вот покупать себе в качестве лакомство но я на самом деле уже очень отвыкаю от этого все-таки я здесь больше семи лет и как-то гречка уже практически не вспоминаю про нее вот про что я вспоминаю да никак не могу свыкнуться с тем что этого здесь нет это творог да можно его приготовить конечно и самостоятельно пожалуйста можно да что там молоко лимонный сок там или кефир в общем но ингредиентов да для приготовления творога не особо много но вот именно вот это удовольствие когда ты можешь пойти в магазин просто зайти после работы и купить себе хороший творог до той жирности который тебе нужно нет про это здесь забудьте здесь творога фактически нет здесь есть только козий это очень странный так показываю вам вещички которые мне под последние две недели пришли с алиэкспресс здесь не все на столе с освещением к сожалению не очень кем показывала уже мрачно так что то что есть вот во первых мне пришел вот такой вот увлажнитель воздуха да мне уже как-то приходил один маленький такой на общем сейчас же в алиэкспрессе довольно давно уже реакции там за 5 евро три вещи общем ну вот как всегда поймала я дешево на гнило да вот такой вот сожалению не заряжен поэтому приходится показывать так в общем видно да провод короткий видно что действительно работает стоило ему усилий набрать вот это здесь такое как и такая палочка типа поролоновая да ну немножко поплотнее в общем ей стоило усилий пропитаться целиком и только после этого начала работать кстати возможно она вообще без этого без провода не работает что еще вот гирлянда до 3 метра 20 лампочек очень мне понравилось прямо очень просто и красиво и да вот такие пластиковые лампочки но красивый такой мягкий свет еще вот такая штучка для подсветки книги до в ночное время очень неплохая вещь конечно все равно это за 2 евро что можно ожидать вот это вот закрывашка закрывается плохо еще и мне не фокусируется на общем вы поняли там я не обзорщик вообще из алиэкспресс то я вам так показываю свою жизнь и вот в моей жизни появились эти вещи если мне как-то книга да я только что купила книгу просто у меня еще освещение же на самом деле да эффект есть я проверила в ванной все смотрится хорошо сейчас вам тоже сниму этот кусочек и покажу что все работает есть вкл-выкл все хорошо ну вот посмотрите как это смотрится в темноте мне кажется результат очень даже неплохой можно даже такую вещь на рождество здесь кому-то подарить в подарок кто любит читать по ночам не знаю что да у нее такой какой-то покоцанный вид такое ощущение что ее таскали где-то даже как мой второй телефон где-то за машиной по району еще я когда вам записывала дорогу домой как-то вечером да как я еду с работы вечером ночью практически у меня была проблема да как прицепить камеру вот телефон например на конкретно и опять же по 2 евро вот увидела в рекомендациях вот такую штуку на зеркало у меня с соседей там какая-то вечеринка дикая еще не проверяла но больше чем уверена что все хорошо вот эти все штуки регулируются здесь по-моему тоже все это раз это ширина да вот это зеркало тоже подразная и здесь тоже колесиком регулируется наклон ну-ка проверю влезает ли телефон или нет да все хорошо влезает и даже еще и держится вот я сейчас держу закрепление все нормально так что могу рекомендовать еще мне пришли вот такие штучки для крепления простыни там чтобы она не сползала с матраса на удивление муж заказал тоже такие же только в белом цвете его пришли его вот эти штучки пришли раньше чем мои и мы уже неделю до ими пользуемся и все замечательно простыня никуда не уползает есть подозрение что вот это вот крепление здесь такое крепление как на подтяжках да мне кажется что она в принципе может порвать ткань но хорошую качественную наверное нет у нас какая-то ужасная простыня синтетическая вообще очень сложно найти здесь простыню нормальную ну и вообще это это моя боль не только простыня но и как это фунда-фунда поддеяльник да это прям беда вот так что четыре такие штучки пришли тоже по акции вот эти два евро затем я заказала мужу вот такой шейный вентилятор тоже упоминала вам о нем в предыдущем видео в одном из предыдущих пока мы его не опробовали да насколько долго держит батарея здесь есть до батарея встроенная и три скорости динам они то нажимаю она вот отсюда дует это к и дыма что отсюда но здесь на скорее всего забирает вот и даже немножко вот здесь где уровень на уровне шеи да будет за шеи тоже немножко дует попробую в ближайшие дни но думаю что все будет окей еще у меня сломались кухонные весы и мне нужны были еще более точные весы для взвешивания всяких мелких предметов я все собираюсь покрасить пряжу поэтому там нужно будет взвешивать красители и заказала вот такие весы тоже по акции все хорошо работает вот да перевес чем да все нормально работает тоже могу порекомендовать еще и с крышечкой такой также вот такая штученька на руку для телефона сюда продевается рука есть отделение вот здесь и еще на молнии отделение все но прям на этом на плечо надевается которая выше локтя и еще две сумочки тоже мне как-то не был телефон samsung дорогой да и вместе с ним пришла вот такая сумочка для наушников я ее очень очень долго использовала есть не проблема с фокусировкой не вот такой вот такая система закрывания очень удобно единственное что вот вот это оказалось очень плохого качества здесь прям необработанные края что за проблемы с фокусировкой такие вот как можете видеть да не обработанные края качество крайне посредственное я бы я очень рада это и на 2 бы такую не заказала кто тут идет что за обзорщик идет к нам да и осталось последнее тоже в одном и том же заказе пришла вот такая зелененькая совсем уже другое качество другой размер тоже такая же система закрывания внутри типа такого войлочного покрытия качество неплохое и края уже обработанные края обработанные ногти моей нет не обработанный край но он гораздо смотрится аккуратнее но и ощущение вообще снимаю то в развернутом виде не в развернутом в общем как могу еще такая жара хочется скорее уже ну да без этих то теперь как снять так сейчас кто-то получит правильно давай нифига мне мешать распаковки моей в общем да здесь совсем другое качество и тут могу примен порекомендовать если я не знаю на самом деле работает ли у вас алиэкспресс если работает или кто-то в другой стране живет и интересны вот эти вещи то попросите пожалуйста от меня ссылочку я ее оставлю вот и на этом да моя как-то обзор обзор всяких штук с алиэкспресс закончен решила полистать немножко книжку особенно хотел найти происхождение шанди до которыми нравится или клары пиво с каким-нибудь лимонадом да в общем я столкнулась с проблемой как это очень поиска информации книги вы смотрите это оглавление дам здесь значит рассказывается про автора здесь презентация книги значит а здесь 13 страницы по 375 книга называется пить или не пить у его есть написано 13 по 375 пить или не пить с буквы а по букву с это ну а здесь типа библиография это по моему как раз там по словам но что там такого не было да точно библиография это список литературы соответственно никакого оглавления фактически у этой книги нет еще бывает знаете такое как бы по ключевым каким-то моментом там до названием каким-то тоже есть я не знаю как это называется в россии не помню значит слово да какое-то которое выделяющийся особо вот например там шампанское да и там какая страница то есть не оглавление а именно по ключевым там словам каким-то в общем здесь этого тоже нет да если мне нужно что-то конкретное будет проблематично мой распорядок дня вы уже изучили утром у дома потом у работы да сейчас пол третьего смена у меня как всегда в 315 как я думаю да на порт писаний а что там начальники думал я не знаю вот и у меня есть время зайти в магазин за одной штукой да я вот так делаю ужасно облизываю короче губы и зубы и все что угодно по одной простой причине и по этой же причине пропал кусок видео со вчерашнего дамы зачашнего которое вышло сегодня причем с предыдущего видео да потому что у меня странная реакция на зубную пасту значит мне уже 40 лет не за 40 лет я столкнулась таким просто первый раз я сначала не понимала что это такое а под и с чем это связано а потом поняла что это связано именно зубной пастой причем не какой-то там какой-то дешевый да и ну какой-то непонятной марки неизвестные да а с oral be pro expert кто если у вас продается вот кто пользовался скажите мне если у вас такая же реакция значит какая реакция после чистки зубов практически непосредственно до во рту я вот не так ощущение что это часть моей психотерапии я рассказываю все время про какие-то гадости во рту образуется такой налет такой как бы как это слизь короче белая вот вот такой ужас да и у меня я не заметил в предыдущем видео что у меня она прямо было видно я этот кусок вырезала да я все-таки посчитала что это слишком что я пока не готова поэтому заменила этот кусочек вам самого видео на кисаник и сейчас меня такая же ерунда мне просто своя паста закончилась я уже неделю пользуюсь вот этой пастой которая очень нравится мужу и у мужа насколько я понимаю такой реакции нет сейчас поэтому я пойду за своей зубной пастой потому что это я терпеть уже вот не могу она все вкусная да все такое но вот это вот реакция она просто но отвратительная дачу там людей пугать почему бы как-то интересно вот чем чем-то я готова людей пугать а чем-то нет надо как-то над этим поразмышлять там а я пользуюсь другой зубной пастой сейчас я его куплю и вам покажу вот кому нравится когда показывают еду и всякое такое покупки у меня сегодня день покупок можно сказать такие у меня незамысловатые покупки в общем вот эта паста мне нравится она мне подходит все нормально никаких этих солю ней извиняюсь не бывает меня от нее еще купила конфеток вот таких всяких разно разного вкуса без сахара до сыра сукорос еще с кофейным вкусом и такие типа со вкусом риски да еще там один предмет гигиены и вот у меня вышло 9 евро 20 центов еще зашла в кошачий магазин купила наполнитель уже на посмотреть по видео когда я покупала последний потому что мне кажется они очень быстро расходуют гаденыши эти и еще по акции купила вот по 12 штук паштет нет это не паштет в общем консерва да для окошки с работы потому что вторая как это у не да очень второй пакет это два раза дешевле пол цены чай загружу в багажник будет меня ждать часть понесу на работу эти 24 банки кошка просто с ума сойдет от радости пока у нас мрач но я надеюсь что надеюсь что голубое небо не появится уже солнце все равно вот оно есть солнце все равно проглядывает но конечно это не то же самое когда когда просто голубое небо и шпарит солнце по полной программе и все равно жарко вчера причем вот вроде казалось до температура пошла на спад и все равно мы были все просто мокрые все это был ужас какой-то посмотрим что меня там ждет сегодня а завтра выходной ну что я свежа как огурец нет мы опять вдвоем сделали заработали 1400 в общем евро понятное дело и как вам писать мое состояние это на самом деле я кстати вот сегодня поспала нормально да не три часа 8 по моему я все-таки поспала потому что не стала монтировать видео я просто была не в состоянии монтировать его я была уже в полуобморочном таком и вот если не поспала да нормально и я собственно хотя нам так далее серьезно я собственно не особенно устала ой блин извиняюсь не я почувствую это завтра да по ногам ноги я чувствую что тяжело тащить но все равно да при вот таком количестве клиентов я могла бы гораздо больше устать и кстати у нас все время любят в таком случае да вот как минутку по кассе да видно сколько сколько ты сделал сколько ты заработал да сколько ты работал обычно до 1400 это уже прям все то есть мы умерли на самом деле они не знают сколько я работала до этого тот в бар в котором я вот первый мой бар до который я работал в котором я работала когда только получила документы там как вот я работала да практически год в таком режиме что то есть ты вот отработал например 6 часов ты умер из этих 6 часов но ты продолжила работать просто по инерции потому что и потому что тебе другого просто не оставалось работали мы там по 12 часов подряд и просто вот то есть мы не могли присесть покушать у нас не было такого перерыва там на полчаса на покушать вообще никакого перерыва фактически не было пять минут а то есть можно было там мы часто очень там между делами да там хватали какой-то бутерброд делали к себе бутерброд за одно с клиентскими да потом например там по комментируем я укусила бутерброд пока что-то готовлю хотят нельзя так делать то по санитарным нормам у нас не оставалось другого выбора то есть укусил бутерброд пока что-то готовил отложил его в сторону да пока там пошел куда-то дальше какими-то делами заниматься пошел побежал вот потом мимо этого бутерброда опять пробегаешь опять его укусил и вот так мы обычно ели до за 12 часов не присевши да не то что не практически не присевши за вот этот вот я почти год два года там отработала и мы практически да вот я во всяком случае не присела никогда когда ела это все было в таком режиме на бегу крайне редко бывало так что вот пять минут можно было потратить просто вот ну пока ты ешь этот бутерброда а то чтобы присесть это мы уже отвоевали себе в самом конце перед закрытием этого бара что вот такие дела а и мне очень нравится в этом плане пример очень люблю фильм бойцовский клуб я не только смотрела фильм но и читала книгу кстати кто не знает там разные концовки сколько да я помню да там разные концовки и очень очень многое мне из этого произведения нравится и одно из такое самое да что я часто вспоминаю так сейчас проедет машина это когда главный герой говорит я бежал пока мышцы не начало жить и джечь огнем а потом я побежал дальше вот вот так же у нас было примерно вот в том баре в котором я работала только там было я умер я умер на продолжил работать там реально было все время ощущение что ты вот прям сейчас упадешь здесь где-то посредине до этого бара и будешь всем мешать вот и не просто упадешь там что-то в обморок да ты просто сдохнешь поэтому здесь на самом деле здесь привыкли к другим объемом да мы тоже устаем понятное дело и бывает ощущение что я сейчас сдохну но все равно это не то же самое далеко вот как то тот бар я его называла бар дикий койот потому что там все время какой-то трэш прайс ходил так кстати бар дикий койот это тоже фильм какой-то совершенно низкобюджетный и не о чемный но мне тоже все равно нравится ладно ребята я поехала домой не знаю будет ли трансляция скажем так оттуда вот муж наверно уже спит не хочу его будить так что так что вот ладно какой-то не о чемный блок сегодня ну ладно надо отдыхать тоже все всем пока пока и до завтра завтра у меня выходной я очень постараюсь куда-нибудь поехать и показать вам конечно пока-пока